Мы сегодня с вами как пропели, что твердо я верю, мой Иисус. Мы сегодня будем с вами продолжать на этой земле учиться твердо верить, прославлять нашего Господа. Как мы еще там пели, что вечно я буду славить его, да? Вечно буду. Пока мы еще находимся на этой земле, и здесь вечного как бы, ну, не сильно много-то, да? И мы еще только учимся с вами на этой земле прославлять. Но придет время, когда уже наше прославление будет вечно продолжаться. И мы с вами уже не будем чем-то ограничены, какими-то временными рамками, но мы вечно будем пред нашим Господом, будем прославлять его слава Господу. И Господь нам оставил драгоценные, великие обетования в Слове Своем. И эти обетования Божьи, они обязательно исполнятся. Как они исполнились обетования, которые были сказаны в пророчество о пришествии Иисуса Христа, о Его земном пути за многие сотни лет и за тысячи. Эти предсказания, они были сказаны, мы читаем о них в Слове Божьем, и это все исполнилось. И также есть вот эти вот предсказания, есть обетования, которые когда-то исполнятся, еще время какое-то пройдет. Но есть те обетования, которые мы сегодня к себе, применяя, мы ожидаем их исполнения в нашей жизни. Слава Господу! И для этого нужна вера, вера в наших сердцах, чтобы мы с вами не поколебались в этих Божьих обетованиях, Божьих обещаниях. Я зачитаю, перед тем, как мы будем с вами молиться, это книга пророка Исаии, 26 глава, и выше, в 24 главе, в других местах, сказано о Тире. Мы знаем с вами про этот город. И в одном из мест, там, из Икииля, он говорил о царе Тирском, как о прообразе дьявола, что это было величественное такое царство, величественный такой город, который, знаете, он славился и торговлей, он славился и своим морским флотом. Они совершали там какие-то такие вот торговые большие такие сделки, и они как бы были очень такие зажиточные, скажем так. Это было такое царство, такой город был. Знаете, его стены, они находились на море там, и их отделяло там, по-моему, где-то 800 метров от суши, вот этот город Тир. И когда они как бы, ну, готовили себя и косадом так, чтобы обезопасить себя, свои стены, свой город, они построили там, написано, что со стороны насыпи, то есть со стороны материка, земли, у них стены были около 45 метров. То есть это светские историки, древнегреческие, и они писали об этом, представляете, стены, около 45 метров, а с других сторон там 8-10 метров, ну, чуть поменьше, но тоже очень величественно. И вот, представляете, остров, со всех сторон окруженный этими стенами, и по-человечески как бы они, ну, и не напрасно же, и Господь, когда говорит об этом городе, он как бы говорит, что вы, как бы, ну, как бы богатитесь вот этим тем, что вы имеете, своей славой, своими драгоценностями, вы этим богатитесь. И вот знаете, мы знаем, что для Господа нет ничего невозможного. Если Господь дал какие-то обещания, какие-то предсказания, обетования, обязательно это все исполнится. И знаете, пришло время, когда Александр Македонский, он взял этот город, и он не смог взять его с моря, он сделал просто насыпь такую, то есть от земли, от материка. Он, представляете, вот эти 800 метров, они просто отсыпали, отсыпали там какими-то камнями, какими-то колоннами, которые были разрушены в старом городе. И вот они все это отсыпали и взяли этот город. А сада длилась 7 месяцев. И вот Слово Божие говорит, книга пророка Исаии, «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала». И вот мы с вами видим, что Господь, Он говорит о земле Иудиной, то есть говорит о народе Своем, и Он говорит, что песнь такая будет воспета среди народа Божьего, то есть среди нас с вами. Город крепкий у нас, слава Господу, аминь. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Вот этот город Тир, он искал это спасение в этой стене, в этом вале, который был отсыпан. Но мы с вами понимаем, что не в этом спасение, не в этом защита. Дальше написано, отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная, есть такая твердыня, которую никто и никогда и ничто не сможет поколебать. И пока наше строение, наше духовное строение находится на этой твердыне, никакие силы не смогут нас с вами поколебать, никакие силы не смогут нас сместить с этого твердого основания. Потому что Сам Господь, Он спас нас, Сам Господь, Он пришел в нашу жизнь, Сам Господь, Он укрепляет нас, несмотря на то, что часто мы, может быть, как-то где-то спотыкаемся и часто мы падаем. Сам Господь, Он, видя наше сердце, заплатив за нас великую цену, Он Сам соблюдает нас ко дню спасения, оберегает нас, хранит нас. И все это делает Божья благодать, которая однажды пришла в нашу жизнь, которая поселилась нашим сердцем, которую Господь немерую дает для нас с вами. И вот сейчас мы с вами на этом месте помолимся, призовем Божье благословение, чтобы Бог, Он еще что-то совершил в наших сердцах, еще укрепил нас, еще как-то помог нам на этом месте прославить Его. Потому что по-человечески это невозможно, вознести Господу славу подобающую. Но когда Дух Святой наполняет сердцам, как пел Давид, так и мы с вами должны петь и прославлять Господа, когда Дух Господний наполняет сердцам. Аминь. Совершим молитву. Увы, земля стонала от грехов, и мрак сгустился. Не разорвать бы дьявольских оков, но Ты родился. Ни радости, ни счастья не иметь, мир надломился, и человека ожидала смерть. Но Ты родился, не оставалось ни надежд, ни грез. Враг воцарился, никто бы избавления не принес, но Ты родился. Все поглотила горькая печаль, покой не снился, что оставалось только закричать, но Ты родился. Тебя, Бог, я не искал, а Ты меня нашел. К Тебе, Бог, я не взывал, а Ты ко мне пришел. Я не ждал Тебя, Христос, а Ты так долго ждал. Но за что меня Господь такого вот призвал? Но если бы не Ты, сейчас бы где был я? Если бы не Ты, испил бы чашу гнева я? Если бы не Ты, Христос, давно бы не была меня? И, живя в греховной тьме, дорогой шел в погибель я. Тебя, Бог, я не любил, Ты первый возлюбил. Не прощал я никого, а Ты меня простил. Осуждал порою я, а Ты не осудил. Но за что меня Творец такого полюбил? Но если бы не Ты, сейчас бы где был я? Если бы не Ты, испил бы чашу гнева я? Если бы не Ты, Христос, давно бы не была меня. И, живя в греховной тьме, дорогой шел в погибель я. Сколько в мире есть сердец, кто Бога не познал? Я молю Тебя, Отец, чтоб Ты и их призвал. Ведь не знают души те, куда они идут, Что в конце земном пути погибель обретут. Но если бы не Ты, сейчас бы где был я? Если бы не Ты, испил бы чашу гнева я? Если бы не Ты, Христос, давно бы не была меня. И, живя в греховной тьме, дорогой шел в погибель я. Боже, стою при Тобой на колени, Слезы текут, я прошу о прощении. Все, чем была жизнь, полна. Все, чем я жил и чему я стремился, Вмиг унеслось, и мне нечем хвалиться. Лишь с Тобой к Тебе, мой Бог, хочу туда. Туда, где Божья слава освещает грамм, Цветы роняют чудный аромат. И глаз не видел, как цветет Эдемский сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Стремлюсь душой к святой отчизне, Живой мечтой о вечной жизни, Что мы с Тобой, мой Иисус. Трудно идти, так бывает порою, Я вознесусь над унылой землею, Лечу навстречу к небу навсегда. Туда, где Божья слава освещает грамм, Цветы роняют чудный аромат. И глаз не видел, как цветет Эдемский сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Видел небо в день воскресный, Иоанн, Зазвучал вдруг глаз небесный, как ордан. Кто был Вальфа и Аминька, Царь Иссони ярче следа, Царь царей. Перед ним предстал в сиянии Сан Христос, Кто посмешки и страдания перенес. Кто был Вальфа и Аминька, Царь Иссони ярче следа, Царь царей. Как прекрасное светил Алексея, Иоанн, первенышней силой в страхе пал. Кто был Вальфа и Аминька, Царь Иссони ярче следа, Царь царей. О, не бойся, так жалея зазвучал, Голос тот, что в Галилее он слыхал, Кто был Вальфа и Аминька, Царь Иссони ярче следа, Царь царей. Я был мертв, но труд победы совершил, Я и первый, и последний, Вальфа и Аминька, Царь Иссони ярче следа, Царь царей. Ключ от ада и гробницы у меня, И всех звезд моей десницы силен я. То был Вальфа и Аминька, Царь Иссони ярче следа, Царь царей. Всех вас приветствую. Давайте скажем славу нашему Господу. За то, что Он нас спас, за то, что Он нас оправдал, привел и дает нам быть на этом месте, научаться от Него и жить Его святой жизнью. Слава Богу. Я хочу зачитать из Евангелия от Матфея, пятой главы, и с третьего стиха. Нет, с тринадцатого стиха. Христос говорит такие слова. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажигший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, чтобы они видели ваши добрые дела, представляя Отца вашего Небесного. И Христос говорит то, что христиане на этой земле, и он так создал, он так сделал, то, что они являются солью, они являются светом в этом мире, они являются, если так по-другому сказать, теми, кто носит истину, то есть являются носителями истины. Слава за это нашему Господу. И интересно то, что... Вот сейчас зачитаю Евангелие Теанна, 17 глава и 14 стиха. С 15 стиха. Христос говорит такие слова о учениках, он обращается к Господу и говорит такие слова. «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина». Интересно то, что Христос, спасший человека, дав ему спасение, дав ему изменение его сердца, после этого не происходит, знаете, мгновенное такое восхищение человека, и все, и вот он бы, его бы на небо перенести, его бы все уже забрать, спасти, и все было бы хорошо, все было бы здорово. Но смотрите, Иисус Христос говорит, то, что вот этого человека, которого он спас, который пришел ко Христу, который изменился, который теперь стал светом в этом мире, он остается в этом мире. И Христос говорит, что не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты их сохранил в этом мире, сохранил их от зла. И очень, ну, очень такой интересный момент, то, что мы, ну, христиане, те люди, которые знают истину, те люди, которые, ну, познали ее, те люди, которые изменили свою жизнь, остаемся среди этого мира. И Библия в отношении этого мира говорит такие слова. Описываю этот мир, зачитаю 2 Тимофея 3 главы с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». И описание этого мира, оно вот такое. То есть мир, который лежит во зле, в другом месте говорится, в другом месте описывается сердца людей, говорит, сердце человека крайне испорчено. То есть и людей, христиан, те, которые уверовали в Господа, те, которые изменились, те, которые познали истину, они находятся среди этого мира. Среди злого мира, среди мира, который любит ложь. И вот происходит такое, скажем так, противостояние. Но Христос говорит, что вы соль мира, вы соль земли. То есть вы должны оставаться и сохранять в себе эту истину. И подчас это на самом деле очень непросто. Подчас непросто сохранить истину, сохранить здравое учение, когда весь мир, который вокруг тебя, он тебе говорит то, что вот так глупо поступать, ты как-то странно делаешь. Мы не так давно разговаривали с моим коллегой по работе, мне очень нравится с ним разговаривать. Он, ну, у него такой философский склад ума, учился на философа. Правда, не научился, но учился. И он тоже очень интересный мысль. Как-то мы с ним затронули одну тему, так говорили. Я говорю, слушай, ну это же неправильно. Он говорит, ну, нельзя же так говорить, то, что есть только одна истина в этом мире. Ну, я говорю, ну, так можно, говорю, далеко уйти, если ни одна истина в этом мире. Говорит, ну, нельзя же так сказать, то, что вот есть вот только так, правильно, и все. Я говорю, ну, а как по-другому? Ну, и так начали с ним размышлять. Я говорю, ну, вот посмотри на этот мир. Ну, люди говорят, что истина вот это, истина вот в этом. Истина, вот как я считаю, так и истина. Как я считаю, так и правильно. Как я хочу, так и делаю. И так правильно, потому что я так хочу. Я говорю, ну, немного времени пройдет, и люди скажут, я хочу убить человека, и будут говорить то, что, ну, вот, это истина, потому что я так считаю, я так хочу. Он говорит, ну, да, слушай. Я говорю, все равно же есть какие-то стандарты, есть какие-то нормы, которые должны всегда сохраняться, и которые даны. И мы так с ним беседовали, говорили, он говорит, ну, да, в принципе, я с тобой согласен, то, что действительно есть какая-то основа, ну, нравственная, моральная, которая должна всегда сохраняться. И мир по отношению к христианам, по отношению к здравому учению, он пытается всячески, ну, всячески как-то, ну, говорить против этого учения, как-то изворотить мысли людей. Вот взять техникум, да, ну, сколько там человек, ну, весь техникум, и ты один сходишь вот с такой своей истиной, вот, с таким мышлением, с таким пониманием, и все вокруг говорят тебе по-другому, то, что ты вообще странный какой-то, почему так поступаешь, почему так делаешь. Или другой пример, да, то, что тоже бывает встречаешься, говоришь, ну, я не буду здесь лгать, это неправильно, это, ну, тоже так недавно получилось с одним человеком беседу, говорит, ну, просто соври, да и все, ну, ничего страшного, тебе просто надо прикрыть себя и соври, да и все. Говорю, ну, это неправильно. Говорит, ну, что ты такой принципиальный? Ну, я говорю, ну, так нельзя так делать, ну, это же ложь, это неправильно. Говорит, а что у вас, в церкви там все не лгут? Говорит, ну, я не знаю, говорю, как в церкви, но я просто не буду этого делать, потому что я так считаю, это неправильно, я хочу поступать правильно. Вот. Такие, что так все жили, что ли, будешь? Все равно же когда-нибудь соврешь. Я говорю, не знаю, совру, не совру, но по крайней мере, сколько будет сил. Я говорю, буду стараться этого не делать. И этот мир, он пытается нас окружить и показать нас в свете таком, то, что вы не как все, вы поступаете неправильно, вы странные, но на самом деле не мы странные, не мы не такие, не мы неправильные, но на самом деле мы являемся теми, в которых Господь заложил свою истину и правду. И слава за это нашему Господу. И знаете, вот мир, он всячески пытается вложить эту мысль, то, что мы что-то не так делаем, то, что нам надо отойти от этого пути. Со всех сторон говорит то, что будь как мы, будь как все, что такого. Ну, и знаете, такой, ну, приведу пример. Ну, вот если мы возьмем, например, листок бумаги, ну, возьмем листок бумаги и скажем, да, то, что вот, ну, вот так это белое, да, покажем. Но если даже, ну, тысячи людей соберутся против нас и будут говорить, ну, вот это черное, а мы будем говорить, это белое, то, ну, даже если тысячи людей скажут вокруг нас, мы же не поверим в то, что это черное, правда? И вот эту истину, которая в нас, эту истину, которую заложил в нас Христос, Христос надо так же отстаивать, так же удержаться и ни в коем случае никогда, ну, не шататься в своих принципах, не шататься в своих убеждениях, вот, а еще больше укрепляться в том, что нам даровал Христос и Господь, и держаться этого. Я еще зачитаю такое место, это Откровение, 3 глава, и буду читать с 11 стиха. И Христос говорит то, что нам надо держаться, держаться вот этого, то, что нам даровал Христос, держаться этой истины. И хотелось бы с вами молиться, чтобы Бог нас благословил, вот, то, что мы получили от Бога, то, что мы, ну, знаем здравое учение, знаем, как поступать, то, что мы имеем эту истину в себе и стараемся жить по ней, чтобы мы это сохранили до конца, чтобы не говорил этот мир, как бы он, ну, не пытался обольстить нас, как бы не пытался изменить наше мышление, чтобы мы всегда этого держались. И порой, подчас это бывает очень непросто, когда все вокруг тебя говорят тебе, то, что вот это черное, а ты говоришь, что нота белая, а, например, на черное они говорят, вот, это хорошо, это правильно, вот так и надо поступать. И думаешь, ну, что-то действительно может быть со мной не так, да неправда, ни в тебе не так. Ты держишь все истины, которые тебе открыл Бог, вот ее и держись до конца. И так поступая, мы дойдем до вечного города небесного и будем там с нашим небесным Отцом. Помолимся. Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута, у него же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка, здесь свободный, смотрит, где бы сесть. Ее сажают у окошка, ей лет ей было пять, быть может шесть. Узелок при ней, откуда ушко, бархатное заячье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней спит. Поезд долго шел, полями хлеба, за окном лишь степь, да степь видна. Поезд, ну иди скорее на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просит приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, и в купе кончается вагон. Детского билета не хватает. Чей ребенок, спрашивает он, смотрят все недоуменным взглядом, и молчат, не зная, что сказать. Думали в вагоне где-то рядом, едет с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. Ты с кем, где твой билет? Девочка спокойно отвечает. Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме. Мама будет-то меня встречать? Дядя удивленными глазами смотрит на нее. С чего начать? Разговор с ребенком о билете. Сел с ней рядом, начал говорить. Девочка, и взрослые, и дети на земле должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни, про него пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. Вы со мной хотите в небо, дядя? Вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде, поняли хупе, то зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Ревизор, и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом лухим, слегка заметной дрожью, Ревизор лишь смог произнести, Мы туда, дитя, поедем позже, А пока придется нам сойти. Взрослые и юные, внемлите, К вам взывают эти голоса, Верьте во Христа и заходите В поезд, что идет на небеса. Ворона черным цветом говорят, Ты белая, О, как несовременен твой наряд, Ты смелая. Вороной белой быть и стыд и смех, Ты странная. И перья у тебя не как у всех, Все равные. Ты хочешь отличаться от других, Ишь важная. Вороны черные тебе враги, Не страшно ли? Они и заклюют, и заплюют, Запачкают, И крылья белые твои помнуть, Заплачешь ты. О, будь, как все вороны черной сталь, Не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, Получится. Ты сажей этой крылья перекрась, Да перышко. Тогда без страха встает черных влазь, Ты черная. И не посмеют клюнуть и толкнуть, Ты равная. Вам никогда меня не обмануть, Я странная. Над крыльями смеются, Но и пусть. Да, белые Клюют за белый цвет, Я не боюсь, Я смелая. Кому-то режет глаз, Мах белых крыл, Не нравится. Меня Бог белой птицей сотворил, Я радуюсь. Чужая, знаю, среть, Вороник сталь И лишняя. Но не хочу вороной черной стать Все ближе мне. Вот это чистый, чистый белый цвет, Что сделаю? Роднее цвета не было и нет, Я белая Смеркалась, Солнышко зашло, Не верится, Мелькнуло чье-то белое крыло И светится. Еще, еще я вижу белых птиц Все в воздухе, Взлетаю к ним, О, сколько милых лиц Как прожить на свете Без любви, Без святой любви, Не зная Бога, Без тебя, мой Бог, Печальные дни В сердце пустота, В душе тревога. Без тебя темно, Без тебя нет счастья, Без тебя тоска Сердце рвет на части, А с тобою я Забываю беды, Забываю боль, Ты моя победа, Только ты умеешь Так любить, Только ты способен Дать спасенье И отцом, И другом моим быть, Укрепляя веру И терпенье. Без тебя темно, Без тебя нет счастья, Без тебя тоска Сердце рвет на части, А с тобою я Забываю беды, Забываю боль, Ты моя победа, Если ты со мной, Я не боюсь Трудных и опасных Испытаний Именем твоим С грехом борюсь Быть с тобой Предел Моих желаний Без тебя темно, Без тебя нет счастья, Без тебя тоска Сердце рвет на части, А с тобою я Забываю беды, Забываю боль, Ты моя победа, Без тебя темно, Без тебя нет счастья, Без тебя тоска Сердце рвет на части, А с тобою я Забываю беды, Забываю боль, Забываю боль, Ты моя победа, Забываю боль, Ты моя победа, Время держит нас в своих руках Мы в плену времени повсюду Даже птичьи стаи в облаках Зором проводить не могут люди Даже птичьи стаи в облаках Зором проводить не могут люди Некогда нет времени теперь Стало символом всей этой жизни Оттого так много в ней потерь Времени для Бога нет и ближних Оттого так много в ней потерь Времени для Бога нет и ближних Нам вчера и завтра не дано В нашей власти только временные Чтоб подарок Божий всем оно Чтоб найти спасенье в Божьем Сыне Как подарок Божий всем оно Чтоб найти спасенье в Божьем Сыне Дай Господь быть мудрым в жизни сей Неземным не счастлять умело Знаю дни мои в руке Твоей Имя управляй Господь всецело Знаю дни мои в руке Твоей Имя управляй Господь всецело Удивляюсь мне сказанно Ты мой Бог, моя слава Иисус тебе осанно Иисус тебе хвала Ты ко мне пришел на землю Край оставим мне земной Я к тебе душою в землю Устремляюсь за Тобой Все на свете не пресанно Изменяется течет Иисус тебе восстанно Мое сердце восстанно Иисус мой бесконечен Хоть и умер за меня Жажду я с тобою встречи Что назначено во дня Станет ясным день туманным И даль хмурая света Иисус тебе осанно Иисус тебе хвала Не оставишь ты со мною Все сомнения мои И утешишь простотою Неземной своей любви Скажем слава нашему Господу Мне хотелось бы сегодня Обратиться к такому месту Священного Писания Это послание к Коринфянам Первое послание к Коринфянам Третья глава Хотел бы читать с 4 стиха Сказано так С 5 Апостол Павел говорит Кто Павел Кто Аполлос А не только служители Через которых вы уверовали И при том Поскольку каждому дал Господь Я насадил Аполлос поливал Но возрастил Бог По всему и насаждающий И поливающий Есть не что А все Бог возвращающий Насаждающий И поливающий Суть одно Но каждый получит свою награду По своему труду Ибо мы соработники у Бога А вы Божия Нива Божие строение И проповедь я свою назвал Соработник Бога Мне хотелось бы Об одном таком Соработнике говорить Либо одном таком Служении говорить В свое время В свое время Я прочитаю еще Место Священного Писания Это Евангелие от Матфея Тринадцатая глава С первого стиха Выйдя в тот же день Из дома Иисус сел у моря И собралось к нему Множество народа Так что он вошел В лодку и сел А весь народ Стоял на берегу И получал он Много причин И говоря Вот вышел Сеятель Сеет И когда он сеял Иное упало При дороге Налетели птицы И поклевали его Иное упало На места каменистые Где немного было земли И скоро взошло Потому что Потому что земля была Неглубокая Когда же взошло Солнце вялое Как не было Как не имело Корня засохло Иное упало В тернии И выросло тернии И заглушило его Мне хотелось бы Сегодня обратиться К такому Вот этому Месту священного писания И чуть-чуть Порассуждать О разных Почвах Почвах И Самую трудную Я выбрал Каменистую Каменистую почву Где Господь Потом изъяснял Эту притчу И говорил А посеянная На каменистых местах Означает того То слышу слово И этот час С радостью Принимает его Но не имеет в себе Корни и не постоянен Когда настает Скорбь или гонение За слово То час Соблазняется У меня просто В жизни Получилось так Что я испытал Это на себе Это состояние Когда Каменистая почва И в жизни Приходит Какое-то Знаете Может скорбь Может соблаз Какое-то Приходит И ты Отступаешь От Бога И я помню Когда Пришло такое Состояние В моё сердце И мне Перестало Как бы И желания Не было И неохота Было Ходить в церковь И ко мне Одна сестра Подошла И говорит Дима Ты будешь Ходить в церковь Я говорю Нет не буду А что с тобой Случилось Так как Почва Каменистое Сердце Ожесточено Соблаз Какой-то Или что-то Пришло в сердце Я говорю Я не хотел бы На эту Тему Распространяться Вы знаете Она не стала Сердце Лезть В душу Ко мне Она говорит Такие слова Дима А можно я буду За тебя молиться Я удивился Я говорю Можно Я об этом Забыл Когда я пришел В церковь Через Через 6 Наверное Лет Вернулся Мне Бог Дал милость Вернуться Назад в церковь Я почему-то Вспомнил Об этой сестре И вы знаете Мне не давало Покоя Меня вот Интересовал Один такой момент Я хотел Все спросить А сколько же Ты за меня молилась Мне было Это интересно Потому что Я сам по себе Замечаю Что вижу Какую-то У кого-то Какую-то Проблему В жизни Человека Мои молитвы Скоротечны Можно так сказать Я вспомнил Этого человека Раз и два В молитве И на этом Мой как бы Труд Заканчивается Я встретился С ней через 10 лет И первым делом Я сказал Таня Сколько за меня Ты молилась Я не сказал Здрасте Я как бы Встретился И у меня вот Это настолько вопрос У меня же Трепещущий был Что я Я спросил Я говорю Таня Сколько ты за меня молилась Она говорит Ты знаешь Мне Бог дал молиться За тебя целый год Ровно год Говорит И утром Вечером Я за тебя молилась Я помнил Что Эта сестра Стоя перед Богом В таком как бы Труде Как Апостол говорит Один Садит Один Садит Другой Поливает Вы Божия Нива И Разные Знаете Разные Сердца Есть Разные Сердца Вот Как бы И по себе Я вижу Что Разные Сердца К Богу Приходят И бывает Как Господь Говорит Семя Сеется Ну Сердце Каменное Каменное И вот Интересно Я вот Летом Был в отпуске В Казахстане Меня Подметил Такую Характерную Особенность Этой местности Когда я С Черкашиным Дмитрием Разговаривал Он говорит А что ты Лекарственные Растения Ищешь Он говорит Выйди За мой огород Он не сказал Зайди ко мне В огород У него там И чернозем И хорошая Земля И земля Такая Как бы Удобренная Навозом Он говорит Вот За огородом А там сопка Начинается Каменистая Почва Говорит Вот цикорий Растет Вот чабрец Вот говорит Сердечник Я удивился Земля Небогатая Ну чуть-чуть Есть И только Дождик Начинает Поливать ее Все лекарственные Растения Пошли Расти Он говорит И в основном Говорит Самое лучшее Растение Это Где мало Земли Ну дождик Польет И все И кажется Ну что там Камень Смотришь Этот чабрец Цепляется Корешками И когда пьешь Душистость Вот это Придает Чаю Наслаждайся И радуйся И когда Я пришел К Богу Когда я пришел К Богу Вторая Как бы Такая Сложная Почва Это Шестой Седьмой Стих А иной Служитель Главное Надо взять На заметку Я понимал Что с заботой У меня сейчас Семья Дети Пойдут А жить негде Скитание По квартирам И я Интересный Способ Выбрал Я один раз Приехал В одну церковь И с сестрам Пожилым Говорю такие слова Сестры Ваша жизнь Устроена Вы все Жилье Я говорю Скитаюсь Я говорю Сестры Помолитесь За меня Я говорю Вы будете Молиться за меня Я буду молиться За вас Я говорю Молодой человек Болезнями Необремененным Мне легко Молиться За ваше здоровье Я говорю Вы же Устроено Ваша жизнь Устроена У вас Жилье У меня Жилья Нет Вот это Как бременем Говорю Лежит Я говорю Вам легко Молиться За меня Я говорю Давайте Друг за друга Будем молиться Что интересно Прошло 12 лет Я понимал Что Это не скоро И в нашей стране Наступил кризис И что интересно Все нормальные люди Строят Когда кризисов Нет Я начал строить Когда кризис В нашей стране И что интересно Я в кризис построил дом Слава Богу Молитвы святых Молитвы святых Труд святых Вот в молитвенном Я понимал Что Если эта забота Сейчас поглотит Меня настолько Что Плода Не будет В жизни Когда мне особо Трудно было Я всегда Приходил К братскому совету Я говорю Братья Давайте вместе Помолимся Я говорю Что-то тяжеловато Все Петр Всегда Давайте помолимся И мне всегда Вот это В помощь Шло В помощь Шло И говоря уже Вот об этом труде Когда Петр говорит Я насаждал А полос поливал О труде Когда идут Молитвы святых И они Знаете Они настолько В помощь Кому-то Человеку Который Находится В искушении В трудности В каких-то Испытаниях И Когда они Не останавливаются Особенно Когда они Знаете Перед Богом Настойчивые Я помню Дочка моя За меня молилась Она захотела Пораньше Меня увидеть С работы Чтобы я С работы Приехал пораньше И она молится Господь Я хочу Чтобы папа Приехал С работы Пораньше Меня света Услышала Говорит Невозможно Это 15 дней Отработает И приедет Она от нее Отвернулась И говорит Я хочу Чтобы папа Господь Я хочу Чтобы папа Приехал Пораньше Меня ни с того Ни сего С работы На 5 дней Раньше Вызывает начальник Все Завтра самолет Тебе вот Билет Ты летишь Домой Выдали мне Под Новый год Это бы происходило Под Новый год Подарки Я прилетел Думаю Дайте И дай Я Внезапно Приду Так домой Я пришел Стучусь Домой Открываю Дверь Я не понимаю Что происходит Супруга Смеется И говорит Иди Говорит Молитвы Твои Говорит Пришли Она Ко мне на шею Бросилась Папочка Я молилась Чтобы ты Пораньше Приехал Думаю Ни с того Ни с сего Начальник Вызывает Все Тебе пораньше Домой Надо ехать Порой Неотступность Неотступность Перед Богом Как знаете Как Вдова Ходила И допекала Этого Судью Мне вот Надо И Господь Это Ценит В виде Особенно Это Ценит Святых Когда Кто-то Неотступно Перед Богом Начинает Ходотайствовать За проблему Или нужду Другого Человека Не так же Раз Помолился Вы знаете Той стих И сказал Сью притчу Сама притча Говорит Один год Это Тысячу лет А Тысячу лет Это Один год А Когда Начал Вникать В Божий Характер Когда Господь Говорит Льна Курящего Не Угашу Трость Надломленной Не Переломлю Я Начал Думать Я Начал Думать И Размышлять И Встретился В своей Жизни С таким Растением Я Видел Его В дикой Природе И Я В том Году Посадил У себя Растение Это Кустарник Ягода Это Жимолость Жимолость Кто знает Вкус Жимолости Какой Он Сладко Кислый В дикой Природе Он Горько Кислый Его Вие Есть Невозможно Прям Челюсти Сводит Это Горький Горький Сначала Горький Вкус А потом Кислый В лучшем Случай С него Можно Собрать Пол Пол Килограмма Ягод Я Посадил Жимолость И Начал Когда Вникать В Селекцию Этой Ягоды Вы знаете Что Мне Характерно Добились Люди Добились Занимаясь Над этим Кустарником Селекция Идет От 15 До 30 лет И Вкус Ягоды Стал Сладко Кислый А Плодов Она Дает От 5 До 8 Килограмм С Куста Представьте В дикой Природе В лучшем Случай Пол Килограмма И Здесь Господь Говорит Я Увидел В этой Притче Как бы Один из Принципов Селекции Господь Говорит Полей Обложи Навозом Может Даст Хороший Плод Так же И в нашей Жизни Мы порой В наших В наших Рассуждениях В наших Рассуждениях Увидим Одну душу Ну ведет себя Отвратительно Особенно Касается Борой Знаете Бывают Активные Дети Сильно Активные А бывают Эти детей Заносят Или зашкаливают Характер у них Непокладистый Вытворяют Может Что-то Ну может И взрослый Я такой же был И мы видим Что нету Плода Нету Плода Нету Плода А что Землю Занимая И уже Крест можно На этом Плоде Господь Смотрите Показывает Свою характер Он говорит Окопаем Полей И если Люди Занимаясь Селекцией Представьте Тратят Свои Года Я вникать Когда ставят 15-30 лет Чтобы из Этого Куста Получилась Ягода Сладко-кислая Чтобы Хороший Урожай Был Они Порой Представьте Пол жизни На это Как бы Тратят Насколько Мы должны Дорожить Друг Другом Даже если Видишь Ты Характер Непокладистый Если Видишь Что-то В жизни Происходит Не так Другого То Возьми Займись Селекцией Или Другими Словами Стань Сработником Бога Когда Павел Говорит Я Насадил И Павел Насаждает Например Служителя Насаждают Проповедники Насаждают Но Представьте Попалась Каменистая Почва Мало Там Земли И Само Важно Чтобы У этого Человека В его Жизни Начались Молитвы Святых Чтобы Народ Божий Начал Ходотайсовать Перед Богом Не так Как Знаете А Вспомнил Один раз И помолился Нет А ты Возьмись Как Человек Как Агроном 15-30 Лет Убивает Своей Жизни Чтобы Увидеть Плод Увидеть Изменения В растении И ты Возьмись Я уверен Друзья И перед Богом Это говорю Что если вы Начнете Молиться За кого-то И будете Годами Молиться Вы никогда Человека Не осудите Вы никогда Человека Не обидите Вы никогда На человеке Крест Не поставите Потому что Если Смоковница Не приносит Плод То надо Еще Больше Обложить Навозом Еще Больше Полить Ее И мне Сегодня Хотелось бы Молиться Перед Богом И призывая В этой проповеди Я хотел бы Чтобы Мы стали Сработниками У Бога Ибо Ибо Не хватает Молитвенного Труда Мы Порой Мало Молимся Друг за Друга У кого-то Скорбь В жизни У кого-то Болезни Знаете Я недавно Беседовал С Сашей Мелковым Мелковым Сашей Представьте Человек Остался Один На один С болезнью Болезнь Трудная И эта болезнь Которая Неизлечимая И она Годами И она Прогрессирует И он Остался И понятно Что где-то Человек Как бы Ослабевает Любой Ослабел бы И Когда приходит Болезнь Человек Ослабевает И духовно И физически В первую очередь Физически Во вторую Духовно И как важно Знаете Как он обрадовался Когда мы пришли К нему Помолились Когда братья Еще посетили Его с вечерей Когда в гости К нему пришли Настолько я увидел Радость Изменение В его сердце Ему важно было Что о нем Помнят Знают За него Молятся За любой труд Поехали на север Тяжелые испытания Трудности Дорога Кто-то попал В больницу Любой труд У кого-то Жилья нету Кто-то заболел У кого-то Дети не послушали Труда много На Ниве Божьей И мне хотелось бы Сегодня призывать Богу нужны Соработники И соработники Которые бы Поливали Насаждать Мы знаете Мы много можем И сами насаждать И говорить Родственникам О Боге Важно Когда засуха Когда каменистая почва Вовремя Полить Аминь Будем молиться Обида Портит Людям Кровь Лишает Снаспокойствия Уничтожает Мир Любовь Рождает Недовольствие Уничтожает Мир Любовь Рождает Недовольствие Обида Тонкая Болезнь Коварное Явление Пришла Она Умолвла Песнь И нет Благословения Пришла Она Умолвла Песнь И нет Благословения Обида Корень Тяж И Бед Скандал Зло Желания Она Весьма Опасный Вред Мать Тайного Страдания Она Весьма Опасный Вред Мать Тайного Страдания Она Способна Жить Сто Лет И Жалить Всех Таинственно В обиде Кроется Секрет Всех Выходок Воист Длины В обиде Кроется Секрет Всех Выходок Воист Длины Скажи Открыто Что Болит В чем Сущность Огорчения Покайся Грех Господь Прости Победа Зла В прощении Покайся Грех Господь Прости Победа Зла Прощении Как милосерден Бог Отец Уподобляя Меня Сыну И там Где я Кричу Конец Он Разминает Нежно Глину Удар Наносит Близкий Друг Коварно Тонко Прямо Спину Но Посреди Душевных Мук Голков И вижу Я Картину Я Прощаю Пусть Оплечить Жалей Себя Но Я Прощаю Всем Чувствам Вопреки Я Ради Тебя Прощаю Темницы Двери Распахну Я Пускаю Не Упрекая Ни Меня Твои Силы Возлюбля Тебя За все Благодаря Мой Бог Прощаю Я Все Прощаю Опять Стрела Вонзилась В грудь И боль Пронзила Мою Душу Опять Я Не Могу Уснуть И Я От Обиды Мир Разрушил Уместе План Всегда Готов Пусть Боль Прочувствует Все Цело Но Вдруг С Креста Ты Слышишь Зов И Отвечаешь Плоти Смело Я Я Прощаю Пусть Все Кричит Желая Себя Но Я Прощаю Всем Чувствам Вопреки Я Ради Тебя Прощаю Демницы Двери Распакну Я Отпускаю Не Упрекая Ни Виня Твои Силы Возлюбля Тебя За все Благодаря Мой Бог Прощаю Я Все Прощаю Бог Помещает Жало В Плоть Чтоб Возрастая В Благодати Я Мог Обиды Побороть И Знал Что Бога Точно Хватит И Пусть Летят Туй Тучи Свет Я Провиденью Доверяю Теперь Достаточно Я Смел И Как Прощенный Заявляю Я Прощаю Пусть Все Причит Жирей Себя Но Я Прощаю Всем Чувствам Вопреки Я Ради Тебя Прощаю Темнице Двери Распохну Я Отпускаю Не Упрекая Ни Меня Твои Силы Возлюбля Тебя За все Благодаря Мой Бог Прощаю Я Хочу Вам Чуть О себе Рассказать Вся Судьба Моя В ладах Да В дырах Но Могу Ль я Зато На Кого-то Роптать Если Сам Выбирал То Что Выбрал Но Могу Ль я Зато На Кого-то Роптать Если Сам Выбирал То Что Выбрал Вместо Счастья Ко Мне Приходила Беда Вместо Радости Скорь Приходила И Связала Мне Душу Грехом Пустота И Как Пса За Собою Водила И Связала Мне Душу Грехом Пустота И Как Пса За Собою Водила Все Душою Я Рвался К Истокам Святых Но Меня Заносило В Канаву Я Так Близко Ходил Возле Чистой Воды Но Опил Из Болота Отраву Я Так Близко Ходил Возле Чистой Воды Но Опил Из Болота Отраву Я Хотел Разорвать Этот Проклятый Круг Я Хотел Но Мне Сил Не Хватало И Смертельно Уставший От Дьявольских Мух Вдруг Душа Моя К Богу Возвала И Смертельно Уставший От Дьявольских Мух Вдруг Душа Моя К Богу Возвала И Теперь Иисус В Моем Сердце Живет В Моем Доме Царит Мир И Радость И Душа Моя Песни О Небе Поет За Надежной За Божьей Оградой И Душа Моя Песни О Небе Поет За Надежной За Божьей Оградой И Поем Иисусе Христе Я Спасение Нашел И За Все Прославляю Я Бога И Сейчас Обращаюсь Ко Всем Кто Еще Ходит Пить По Болотным Истокам И Сейчас Обращаюсь Ко Всем Кто Еще Ходит Пить По Болотным Истокам Этот мир нечистот лишь погибель несет а господь несет жизнь и свободу вырывайтесь из этих проклятых болот выходите на чистую воду вырывайтесь из этих проклятых болот выходите на чистую а и а а а а а и а а Господь, опора моя, Тесноте мои призва я, Господа, И к Богу моему поздравь, И услышала, услышала, По чертура своего голосной. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердия моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердия моя и прибежище мое. Боже, ты даешь мне свет, Расмещаешь дню мою. Боже, твой не порочен путь, И чисто слово Твое. В тесноте моей призва я, Господа, И к Богу моему поздравь, И услышала, услышала, А чертура своего голосной. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердия моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Живком и благословен, Бог спасенья моего. Ты избавляешь от врагов, Возносишь, Боже, меня. Тесноте моей призва я, Господа, И к Богу моему поздравь, И услышала, услышала, А чертура своего голосной. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердия моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердия моя и прибежище мое. Слава Господу! Наблюдал за вашими лицами, Когда пел хор, И почти все поют этот уже нам знакомый Псалом. И я понимаю, поют не просто потому, что он нам знаком, А потому что он созвучен, То, что внутри нашей сердец. Слава Господу! Однажды он пришел в твою и мою судьбу, И принес с собой благословение. Слава Господу! Став твоей и моей твердыней, Став тем основанием, На котором сегодня мы можем устрояться, Устроять свои судьбы, Свои семьи, свои дома, Устранять в себе внутри духовный дом, Чтобы однажды войти во спасение, Которое Бог уготовал для всех любящих Его. Слава Иисусу! Поэтому он на этом месте, И он сегодня говорит тебе и ко мне. Конечно, когда народ Божий, церковь, Собирается вместе в дома молитвы, В храмы, Одна из частей или задач, Или служение делится, Одна из основ, Это поклонение Богу. Поклониться, Воздать Ему славу, Потому что Он достоин славы. И помните, когда Иисус входил в город, Говорили запрети ученикам, Он говорит, если ученики замолчат, То камни возопьют. Все творение, Оно поклоняется Богу. Слава Иисусу, друзья мои. И, конечно же, народ Божий, Те, которых Он искупил, Тех, которых Любовь Божия достигла, Тех, которых Он возродил, изменил, Они, конечно, предназначение для них, Это поклоняться, Это воздавать славу нашему Господу. Мы читаем откровения. Мы читаем пророка Исаии. Мы видим, что там происходит непрестанная слава. Ангелы и все небо, Оно поклоняется, говорит, Он достоин славы. И поклоняются все, И падают вниз предживущим. Слава Господу, друзья мои. И, конечно, сегодня мы. И я вам скажу, Это прекрасно, правда? Когда мы поклоняемся, Когда мы можем славить нашего Бога. Вы знаете, Бывает так в духовном нашем состоянии. И молитва не идет, Что-то тяжело, Да, вроде бы, себя анализируешь, И как-то тяжело. Но когда человек начинает славить Бога, То вдруг сходит какая-то сила. И куда чего девалось. Да, и охота и молиться. И мы способны уже любить и видеть славу Божию. Слава Господу. Но есть вторая часть, Элемент нашего служения. Это назидание. Назидание. И, конечно же, Бог желает. Бог желает что-то говорить. Бог желает что-то производить. И Он говорит. И Он производит. Тогда, когда мы желаем этого слышать. Когда мы алчим. Когда мы готовы. Когда мы видим себя нищими. То есть, нуждающимися. Знаете, потому что написано. Богатящихся. Он отпускает ни с чем. Но алчущих наполняет благами, друзья мои. Поэтому, в служении в нашем. Когда мы собираемся вместе. Есть, конечно, элемент назидания. Который нам важен и необходим. И в Новом Завете мы читаем. Павел говорит в своих посланиях. Когда вы собираетесь. У кого есть псалом. У кого есть стихотворение. У кого слово. Все добудет в назидание. Потому что наш духовный человек. Который рожден от Бога. Он нуждается в учении. В назидании. В напоминании. Мы так с вами устроены. Что даже. Ну, кто из нас не прочитал Библию ни разу. Да. Наверное, таких нету здесь. Возможно. Я только оттуда недавно пришел. Но. Слово Божий говорит. Прочитайте ее один раз. И ознакомьтесь. И будьте счастливы. Слово Божий говорит. Чтобы мы вникали в нее. И поучались. Каждый день. И мало того. Чтобы мы были способны. И детей своих. Наставлять. В учении Господнем. Потому что. В этом слове. Заложена сила. В этом слове. Заложено благословение. В этом. Сокрыты. Божьи источники. И для всех нас с вами. И для всех нас с вами. Слава Господу. И, наверное, в какой-то мере мы с вами это уже вкусили. Сегодня Бог говорил нам уже через пение. Через стихотворение. Через проповедь братьев. Вы знаете. И первый брат говорил. Первый брат говорил. Что мы соль земли. Вот. Соль земли. И. Говорил о том. Что очень важно. Очень важно. Соль не должна терять силу. У него есть свое предназначение. Понятно, что это прообраз. Прообраз, которым Бог говорит. Что. И Бог от нас что-то требует. Он нам через это что-то проговаривает. Что. Никому из нас сидящих соль не нужна будет. Если в ней не будет солености силы. Никому не нужна будет. Да. Правда. Соль. Она. Для чего-то предназначена. И Священное Писание говорит о том. И сегодня мы слышали. Слово было говорено о том. Что. Бог ожидает от нас. Бог от нас что-то хочет. Он нас призвал. Он нас спас. Он нас освободил. Он нас возродил. Но. Бог от нас что-то дальше ожидает. И что-то от нас хочет. Поэтому. И мы сегодня слышали. Что. Через свидетельственные стихотворения. То. Бог ожидает от нас. Света. Бог ожидает от нас плодов. Бог ожидает результата. Он посылает свою благодать для того. Чтобы та благодать нас меняла. Чтобы мы могли больше и больше приходить в его образ. Чтобы мы научались жить победной жизнью. То есть. Бог это все делает. И Бог желает. Чтобы мы с вами росли. Вы знаете. И. Вот уже. На протяжении недели. Мне так. Зацепилось. Одно месячное написание. Или один стих. И вот так вот. В течение недели. Оно мне не дает покоя. И вчера уже вечером. Вчера вечером. Не вечером. Вчера в течение дня. Я. Я. Все размышлял. Размышлял. Потому что знаю. В воскресенье. Многие разъехались. И. Надо что-то сказать. То есть. Господи. Ну что сказать. Вот. Уже. Столько лет. Мы все говорим. Вот. И казалось бы. Ну наверное. Трудно найти какого-то места. Еще написание. Которым бы еще. Мы не говорили. А братья не говорили. Да. И. Неохота повторяться. И охота что-то дать насущное. Вы знаете. Ну вот. Что вот было. Знаете. Вот. Я вижу. Что Бог это дал. Сегодня об этом поговорить. И напомнить. И. Знаете. Вот я вижу. Брат. Вышел. Читает. Первый. С Матвея. Да. Высоль земли. А там написано дальше. Свет миру. Вот. Никто за свечу не ставит ее. Там куда-то под стол. Или под кровать. Да. А наоборот. Чтобы ее видно было. Чтобы она освещала. И так написано дальше. Да светит свет ваш пред людьми. Вот. И. По сути. По сути. Я хотел говорить о том же. Вы знаете. Не один раз уже замечаешь. Вот. Бог как-то так делает. Вот. Это наверное одна из сторон. Такой. Божьего проведения. Вот. Мы в понедельник собираемся с братьями. По понедельникам. У нас много всяких вопросов. И мы наперед что-то прорабатываем. И ни разу. Никогда мы не говорили о том. Что давайте на этой неделе мы сберем такую тематику. Братья проповедники. Все об этом готовьтесь. И мы будем как бы об этом говорить. Ну хотя бывают тематические служения. Вот у нас в марте будет там семейная неделя опять. На протяжении которой недели мы будем собирать всех. Вас. Сестер отдельно. Братьев отдельно. Всех вместе. И детей. И подростков. То есть семейные недели. Какие-то тематики естественно будут нам. А мы будем вновь давать. Вот. Но в основном в основном мы так не делаем. Но вы знаете. Я вижу просто. Бог сегодня положил. Положил всем нам братьям на сердце. Значит Бог что-то от нас ожидает. Значит Бог что-то хочет вновь и вновь проговорить. Вот. И не один раз. Итак. Месячное писание. С которого я начну. И хотел бы порассуждать. И мы будем молиться. Это 22 глава книги Притч. 1 стих. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Доброе имя лучше большого богатства. Мы с вами живем в том мире. Где богатство играет не последнюю роль. Правда. И все люди. Все люди всегда. Они желали жить лучше. Иметь как. Потому что богатство или так скажем. Определенный достаток. Дает способность. Дает власть. Дает власть. То есть. Значит способность влиять. Или управлять. Или способность реализовать свои какие-то желания. Планы. Мечты. И мы сегодня знаем. Что. Мы живем в таком мире. Где все это культивируется. И поднимается на некий такой. Ну. Самый главный. Такой. Основу. Или фундамент жизни. Которому люди стремятся. И порой ради того. Чтобы людям достичь чего-то. Какого-то положения ли. Денег ли. Да. И еще чего. То есть. Люди способны перешагивать. Через друг друга. Через родственные связи. Или брачные узы. А через дружбу. Через дружбу. И многое-многое-многое. Чтобы достичь каких-то корыстных целей. Примеров об этом очень много. Но Священное Писание говорит о том. Что доброе имя лучше серебра или золота. У экклезиастов 7 главе 1 стихом подобное место. Доброе имя лучше дорогой масти. Итак. Священное Писание говорит тебе и ко мне. Что доброе имя лучше серебра и золота. И я вижу что доброе имя. Если мы будем рассуждать в этом аспекте. То доброе имя. Оно просто так ни с чего не берется. Вот вы знаете. Родился человек. И его по жизни преследуют доброе имя. Его все любят. Но он может быть в этом мире как-то и есть. Когда рождаются там князья. У президентов кто-то. У королей. У какой-то династии особенной. Да. Может быть какое-то время там доброе имя идет. Опять же если бы. Если папа там или мама были добры. Имели доброе имя. Автоматом там может что-то быть. Но. Мы сами знаем что в основном. В основном. Человек может. Или перечеркнуть имя. Например. Своих родственников. Да. Своей папы. Мамы доброе. И. Мы видим в писании. Священное писание. Цари. Которые были благословенными. Благословенные. И имели доброе имя. То. Пришли. Пришли время. Пришли их дети на царство. И они перечеркнули. Все то доброе. Все то доброе имя. Которое было. Раньше. При царствовании их родителей. Поэтому. Примеров очень много. Друзья мои. Но мы с вами понимаем. Что доброе имя. Оно. Само по себе. Оно. Ну. Него не возьмешь. Не купишь. Не за деньги. Доброе имя. Оно формируется. Формируется. На протяжении. Всей. Нашей. Жизни. И вот именно. Об этом бы я. Хотел поговорить. Мы имеем много. В писании. Примеров. Людей. Которые. Можем сказать. Что. Имели доброе имя. Или. Которые. Нам. Сегодня. Предоставлены. Написаны. Как примеры. Как примеры. Которым мы. Должны с вами. Подражать. И. Это Давид. Это Моисей. Это Авраам. Это Иисус Навин. Это многие другие пророки. Это апостолы. Да. Это. Иисус Христос. Да. То есть. Многое. Многое. То есть. Нам. Всевозможных. Примеров. Людей. Которые жили в разное время. Они. Занимали. Разное положение. В обществе. В обществе. В обществе. И. Они. Послужили. И. Служили. Для нас. Добрым. Примером. Но. Вы знаете. Я. Попробовал. Все эти. Жизни. Или. Так. Насколько. Было. Возможно. Проанализировать. Какие-то люди. Описаны. Уже. Они. Да. Разные. Люди. И. По мере того. С какой информацией. Через священное писание. Дошла. Я. Попробовал. Анализировать. Вы знаете. Я. Увидел. Что. Поднимите. Руку. Кто. Желает. Иметь. Доброе. Имя. Доброе. Конечно. Другого. Даже. Не. Доброе. Имя. Задавайте. Естественно. Все мы с вами. Хотим иметь. Доброе. Имя. Мы. Хотим. Чтобы. Наши дети. Внуки. О нас. Доброе. Думали. Да. Или. Просто. Десятилетий. Они вспоминали. И говорили. Какой был хороший человек. Вы знаете. Ведь. Сегодня. Много. Очень. Примеров. Сегодня. Мы можем пользоваться. Какими-то вещами. Которые. Сделал. Кто-то. Для нас. И может быть. Человека. Уже давно нет. Давно нет. А мы пользуемся. И нам так это удобно. Так красиво. Так приятно. Мы его вспоминаем. В наше сердце. Что. Теплота. От добрых. Воспоминаний. Что. Такой добрый человек. Прошло много лет. Возможно. Даже. Знаете. Я своего отца. Никогда не видел. Но. Всякий раз. Когда я приходил. На садовый участок. На садовый участок. Мне всегда говорили. Это твой папа делал. Строил. Вы знаете. Я его не видел. Он погиб. Когда мне было год и девять месяцев. Но. Я ходил и смотрел. Конечно. С годами. Этот домик. Ветшал. Ветшал. Но. Он стоит. Правда. Такой весь кривой. Вот. Но. Вы знаете. То есть. Бывает. Что. Мы какой-то след оставляем. Здесь. На земле. И вот. Я думаю. Что. Все мы желаем оставить добрый след. А добрый след оставляет кто? Добрый человек. Ага. Значит. Сегодня. Священное Писание. Оно проговаривает нам. Что. Доброе имя. Просто так. Его. Оно. Не бывает. Просто так. Я вот лежу на диване. И. Доброе имя. Начинает. Вам не созидаться. То есть. Меня не видать. Не слыхать. Я никому не мешаю. Я имею добро. Нет. Священное Писание говорит о людях. И приводит нам пример. Людях. Через которых Бог мог что-то сделать. И вы знаете. Когда я анализировал. Конечно. Это великие люди. Можно сказать. Это не заурядные люди. Это люди особенные. Это люди. Были способные. Ну. Например. Взять Иосифа. Не озлобиться. Не огорчиться на своих братьев. Которые продали его в рабство. Вот. А этот человек. Который. Прошел через все трудности. Уже будучи там. Опять попал в тюрьму. И можно много говорить. Да. То есть. Этот человек. Вот. Что-то им движило. Он устоял. Он прошел. Он оказался верным. И он заслужил доброе имя. И это не просто так. Не просто. Хотя. Начало его жизни было очень прекрасно. Папа его любил. Папа любил. Подарками его дарил. Ну. Последний. Мы все это понимаем. У кого есть дети. Последний. Он всегда как там уже. И мы становимся в возрасте. Когда. Родненький. Да. Бебечка. Бебечка. Вот. Потому что последний. Маленький. Да. Особенные какие-то отношения. И чувства. Друзья мои. И этого человека. С начала жизни тоже был любимчиком. Да. Но потом жизнь пошла развиваться совсем по-другому. И этот человек прошел через какое-то горнило. Через какие-то сложности. Вы знаете. И. 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 Авраам. Странно. Я не могу это вместить до сих пор. Я не могу это вместить. Вот. Вы знаете. И. 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 А ровно пошли, я не буду, я не... И мы ему сказали, ну, что еще надо, да? Я вот говорю, ну, если бы передо мной хотя бы куст бы горел, я бы пошел бы в лес зимой, он горит и не сгорает. И Бог начал мне говорить, ну, казалось бы, что там еще дальше спорить? Надо идти, вот, и что, Бог с тобой, Бог тебя избрал. А он вот так спорит, и все, не хочет идти, и многое-многое другое. Может что-то не вместиться в наш с вами разум или в наше понимание. И так за каждым человеком, я посмотрел, с другой стороны, были вещи, которые сегодня, они, может быть, ну, нам сложно их воспринять, да? Или понять, понимать, понять. И мы можем сказать, что они были, эти вещи, у каждого, абсолютно у каждого человека. Но Священное Писание ставит этих людей нам в пример. У них доброе имя, доброе имя. И мы можем увидеть, можем увидеть, в чем же секрет всех этих вот этих людей. В чем же секрет? Они начали хорошо, и они хорошо кончили. У них были трудности, были трудности в жизни. Но они хорошо кончили. Они сохранили доброе имя. Или, скажем так, они заслужили доброе имя. И Бог их отметил. Как вы думаете, в Священное Писание что-то просто так попало? Нет. В Священное Писание ничего просто так не попадает. То, что здесь записано, написано для нас с вами. Слава Иисусу! Чтобы мы, вникая, мы могли анализировать, рассуждать, иметь какой-то опыт и навык сопоставлять, питаться и расти. Написано для того, чтобы мы использовали, потому что я уже сказал, что в этом слове заложено для тебя и меня благословение. Созидающая сила. Слава Иисусу! И когда мы с верой приходим, мы действительно вникаем, мы действительно начинаем практиковать это Слово Божие. Мы видим, что Бог за нас вступается. Слава Ему! Да видите, имя Господа благословенно. Поэтому и у этих людей был секрет. Были слабости. Я еще не хочу сегодня об этом говорить. Но я хочу сказать об основном. Что они устояли. Они прошли. И они заслужили это доброе имя. Друзья мои, и у них был секрет внутри. У них внутри, в сердце было сокрыто то, что для них Бог проговорил. Что однажды для них Бог сделал. То есть ту веру, которая была у них в сердцах, они ее сохранили. Не ожесточились. Не впали в неверие. Даже если какие-то ситуации были непонятные, они все равно подымались. И они все равно шли за Господом. И, друзья мои, они... И Бог это ценил. Бог ценил это. Когда внутри, там, в глубоком сердце, у тебя еще теплится огонек. Может быть, ты себя видишь совсем не таким, как должно быть. Сопоставляясь с Священным Писанием. Возможно, родственники тебе или близкие говорят, или еще кто-то в мире говорят, что ты там белая ворона, как было сказано. Ну ладно, если ты белый, потому что ты белый. А если, как Павел говорит, а если в тебе тьма, да, какова же тогда тьма? Вот. То есть когда мы делаем плохие дела, нехорошие дела, то нам тогда стыдно, друзья мои. Но Священное Писание. Возможно, ты не таков. Но, друзья мои, Бог видит твое сердце. Бог видел сердца этих людей. Что они были верны Господу. Даже в те минуты, когда они что-то не так сделали. Но они все равно были преданы Господу. И внутри они хотели Ему угодить. Они всякий раз подымались. Они искали Его. Его помощь и силы. Возможно, были непонятные ситуации. Здесь нам много чего не проговорено, друзья мои. Я думаю, что в любой ситуации, когда приходит трудность, у нас всех с вами начинается внутри какое-то движение. Правда? А почему так, Господи? А почему вот это пришло в мою жизнь? И так далее, и так далее. У нас приходят. Я думаю, эти люди, они были такие же. У них приходили всякие, наверное, мысли, да. Но они устояли. Они сохранились. Они ценили. Там, глубоко в сердце, ценили, что есть Бог. И они держались до последнего. И проходили, и подымались, и прославляли Господа. Слава Иисусу. Друзья мои, это очень важно. Это очень важно. Сегодня Священное Писание говорит нам. Немного из нас мудрых, богатых, значащих. Это не о том, что мы все неграмотные какие-то. Здесь говорится, что разные люди приходят к Богу. Бог спасает всех человеков. Здесь, и вообще, в большинстве, сказано, что больные нуждаются в враче, правда. Они здоровы. Бывает, мы, знаете, так сложно воспринимаем, когда о нас говорят, что мы не народ. Нынче были непомилованы, грешники. Бывает, некоторые говорят, ну это, может, вы были грешники. Я встречался с такими людьми иногда. Ну, конечно, все, хотя грешники-то все. Только в разной степени, в разной степени. Вот. У одних грехи явные, как написано, а у других скрываются впоследствии. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые приходят из, скажем так сказать, из образованных семей. Может быть, у них больших грехов не было, как на одном общении одна душа говорит. У меня нечем засвидеться. Я бы такого не был у меня. У меня все было ровно. Я особо не грешила. Ну, как-то все было спокойно, без всяких там падений, без всяких там вспышек жизненных, да. Вот. Поэтому все разные. Мы все с вами разные. Но Священное Писание говорит, немного из вас мудрых, да, и немного значущих. И Бог избрал нас с вами, слава Иисусу, и сказал, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все. Бог нас возродил и начинается в нашей жизни все новое. Друзья мои. И вот хотел бы я об этом сегодня и подчеркнуть, друзья мои. Но сегодня все новое, оно должно расти. Оно, все новое, оно должно преображаться. И Писание говорит, доброе имя лучше многого богатства. Вы знаете, можно приводить какие-то были примеры, когда уже народ Божий, когда люди в церкви, когда люди, может быть, годами или десятилетиями верующими, но они в жизни не могут, ну, скажем, избирают, не всегда правильно избирают. Когда ради какой-то выгоды, ради какого-то положения, там, чтобы там или пенсию начислили, или там какой-то иметь заработок повышения, или еще что-то, они идут на сделку с совестью, они идут на сделку с этим миром, друзья мои. И порой, вы знаете, мы думаем, может быть, мы что-то делаем тихо, тайно, и никто не увидит. Друзья мои, ну, знаете, мир за нами следит. Мир за нами следит. Я уже говорил вам не один раз, когда я уверовал, когда я уверовал, я работал в автобазе водителем, вот. И, естественно, я после праздника пришел, я всем свидетельствовал, говорил, конечно, Бог меня изменил, все этим было явно, все видели, все посматривали, все ожидали, все меня улавливали, там, хотели в словах или в чем-то. И вот друг, друг мне, а сам один раз, один раз, я, знаете, заехал один человек, говорит, слушайте, я тут сломался на дороге, у меня масло надо, масло надо, дайте мне залить двигатель, доехать до базы. Вот, ну, я пошел на свое имя, записал масло в оборотке, да взял ему дал, а мой друг говорит, а тебе же нельзя. Вот, то есть сразу же сфотографировал, я говорю, я ничего не торопал, я пошел, честно сказал, честно записал и честно дал, все сделал открыто. Вот, но я хочу в этом что показать? Я даже не думал, а он ожидает, он смотрит, мы просто думаем, живем и все хорошо. Нет, мир этот смотрит за нами, друзья мои, он взвешивает и он анализирует и по поступкам нашим, по нашим реакциям, по нашим мимикам, как мы поступаем и что мы избираем в этом мире, они начинают судить о церкви, они начинают судить о Слове Божьем, они начинают вообще судить о этом мире христианском, в котором они ничего не знают. Вы же согласитесь, что есть мир христианский, свой мир, свои законы, свои взаимоотношения, свои авторитеты, если так можно сказать, все свое, свои принципы, все свое, это мир христианский, в который человек входит, когда он кается, применяет, принимает Исусу Христа как личного спасителя и возрождается свыше. Он входит в новый мир, новые взаимоотношения, новые ценности, все другое, друзья мои. Поэтому мир за нами смотрит. И поэтому Бог сегодня проговаривает к нам с вами, друзья мои, с первого минуты нашего служения, через первое проповедение, через второе. Бог сегодня проговаривает через свидетельство, сихотворение, друзья мои, что мы свет миру. И, конечно, доброе имя, это хорошо само по себе, и когда мы имеем доброе имя, оно приятно. Правда? Когда мы что-то делаем, когда нас в сцене встречают, это приятно. Но я хочу подчеркнуть сразу, это делается не для того, чтобы свою значимость показать, достигнуть какого-то положения. Вот я, посмотрите, какой. Потому что в естестве человеком и эта крайность может быть. Но здесь написано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 16 стихом, написано о том, да светит свет ваш пред людьми, да вы видите добрые дела ваши, что делали? Прославляли Бога, все во славу Его, друзья мои. Это твоя часть, это моя часть, это наша с вами цель и жизнь, здесь дальше во Христе, прославить имя Божие. Оно прославляется из маленьких ситуаций. Я вам свидетельствовал и говорил, уже привел пример, да, который нам сын рассказал в Суиге, когда ночью ему в 4 утра позвонили с деревни, там пьяные. Рома, приедь, слышишь, забери нас с берега, мы тут рыбачили, забери нас. Вот. Но в 4 часа разбудить самый сон под утро, правда? Ну, казалось бы, там дойти-то до деревни 2 километра, полтора-2 километра. Вот. И поехал. Поехал, приезжает, а один другому говорит, вот видишь, я же тебе говорю, что он приедет. Вот ты понимаете, опыты этот мир делает над нами. А нам, казалось бы, ну, позвонил, да позвонил. И среагировать можно было по-разному. Сказать, что, слушай, дорогой, я со своей женой с детьми в постели лежу, как Священное Писание говорит, да, позвони кому-нибудь другому. Друзья мои, а мир опыты ставит. Поэтому, друзья мои, наши реакции, наше поведение, то, что мы избираем, они очень важны. Мы можем с вами красиво одеться. Мы можем с вами красиво говорить, друзья мои. Но нас с вами оценивают по нашим делам. И имя наше доброе, как верующие, как рожденное свыше, как сленов церкви и спасенных, складывается не от слов и внешности. Оно складывается от того, что мы избираем, от нашей жертвенной жизни. И только рожденный свыше может во вред себе отказаться, чтобы послужить другому, отдать последний хлеб, что-то сделать, а не пойти, может быть, на работу и отпроситься, чтобы послужить, чтобы пожертвовать. Только рожденный свыше, друзья мои. И вот в этих ситуациях наше имя доброе, оно созидается, оно формируется, и через это Бог прославляется. Слава Иисусу! Поэтому пускай Господь нас всех с вами благословит, чтобы мы не забывали. Бог нас спас. Одна сторона, чтобы нас спасти. Слава Иисусу! Но пока мы на земле, Бог желает через тебя и меня спасать других. А как? А это через доброе наше имя. А это тогда, когда они говорят, мы верующие, они все равно придут. Друзья мои, и это хорошо. Слава Господу! Но плохо, когда нас зовут, а нам некогда, мы устали, позвоните другому, и так далее, и так далее. Или отключаем телефон, чтобы нас никто не доставал, друзья мои, и так далее. Вот плохо. Поэтому пускай всех нас Господь благословит, чтобы мы никогда не забывали. Так говорит Священное Писание. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Добрая слава! Не потому, что мы какие-то особенные, а потому, что мы верующие в Иисуса Христа. Мы рожденные свыше. Друзья мои, слава Иисусу! Пускай Господь нас всех с вами благословит. И, конечно, еще хотелось бы о одном отметить. Конечно, у этих людей, которые нам предоставлены в Библии, у них были какие-то минусы. Но вы знаете, что я отметил? И это очень важно, я хочу это проговорить. Когда мы неправильно что-то делаем. Ну вот позвонили мне, а я отмахнулся. Или что-то сказал, ответил. Меня там что-то спрашивают, а я нагрубил, ответил. И все знают, что верующие меня ушел. Что делать? Проблема. Нехорошо. Мир потерял. Друзья мои, вы знаете, не проблема в том, что мы можем не уставить в чем-то. Проблема в том, что мы не умеем исправляться и исправить ошибки. Как сегодня было здесь спето свидетельство. Охота было высказать. Где этот Саша? Охота было высказать, пойти сказать, достучаться. Но надо просто простить. Надо просто помолиться. Надо просто благословить. Но если мы что-то сделали, надо просто попросить прощения. И, друзья мои, когда мы сознаем свои слабости, когда мы просим прощения, когда мы примиряемся, это не унижает нашего авторитета. Этот наш авторитет, наоборот, утверждает, что мы способны себя видеть, меня осознавать. И, значит, это расти. Это значит, дальше наши, эти ошибки, мы уже будем своей жизнью убирать, друзья мои. Вот что важно. Однажды один отец, один отец молодой, своему сыну дал слово, что-то там пообещал. Я не буду сейчас приведать пример, потому что вы сразу поймете, о ком я говорю. Вот. Пообещал. И когда там из-за этого вышла целая проблема, мы им сказали, ну, ты же отмени свое слово, вот уже не зайди. Не могу. Я сыну дал слово. Вот. Как это? Я отец, я мужчина, дал слово. Я их учу, чтобы они держали свои слова. А, получается, я сам делаю такие вещи, что как бы сказал, и теперь не соблюдаю. Мы им говорим, друг мой, ты дал слово, ты его власти можешь и забрать. И можешь сказать, что я был неправ, я погорячился, прости меня, сынок. Вот. Но это неправильно. Друзья мои. Но он считал, что это умолит его авторитет в глазах детей, друзья мои. Но это не так. Вот. Когда мы идем, как написано, против вражна, когда мы идем, да, и делаем еще хуже, хуже от наших, упорство от нашего, все разрушается, это большая беда. А когда мы себя смиряем, мы совершенно, да, вот здесь мы неправы. И я вижу, эти мужи все, они имели такую способность, когда где-то что-то были правы, они имели способность просить прощения, примиряться, каяться, восстанавливаться, друзья мои. И это не умолило их авторитет, а это, наоборот, авторитет их утвердило. Слава Иисусу. Поэтому мы будем молиться, чтобы Господь нас всех благословил, друзья мои. Чтобы сегодня, живя в это время, независимо, сколько мы лет верующие, 20, 30, 40, наверное, здесь по-разному кто может похвалиться каким-то стажем во Христе. Но стаж это хорошо. Но самое лучшее, друзья мои, не стаж, а наше состояние. До чего мы достигли. Можно 50 лет висеть на одном уровне, остановиться духовно. А почему? А не иметь способность смиряться, не иметь способность снисходить, не иметь способность, как я уже сказал, прощать, не иметь способность самому просить прощения и многое-много. А можно расти. Поэтому Бог желает, чтобы мы росли. До света свет ваш пред людьми. Вы соль земли. Доброе имя лучше большого богатства. О всем, что мы здесь сегодня говорили и прочитали. Мы будем молиться Господу и говорить, Господь, если где-то мы не таковы, прости нас и благослови. И помоги нам прославить Тебя. Помоги нам идти тем путем, когда будет созидаться наше доброе имя. Потому что мы знали и познали Тебя. Мы приходим поклоняться Тебе. И Ты всегда нас питаешь. Ты всегда нам что-то говоришь. Ты всегда нам что-то приносишь. И мы не просто на словах верующие. А на ногу наступи, и все сразу увидят, какие мы верующие. А мы таковы есть по внутренней природе. Как были эти люди. У них была природа, преданная Богу. Сердце, преданное внутреннее, естественно, преданное Богу. И поэтому они имели способность вставать, подыматься и доброе имя заслуживать. Слава Иисусу! Да во всем прославится имя нашего Господа, который силен сделать боли, о чем помышляем и просим. Аминь. Будем молиться.